Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет. Мы рассматриваем самые разные места Священного Писания, которые вызывают вопросы, и сегодня мы с вами поговорим, как это ни странно, о рогах. Оказывается, в Священном Писании упоминаются рога, и вот, допустим, в 74-м Псалме по-славянски мы читаем буквально следующее. Вот как оказывается. О чем же тут идет речь? Пытается ли кто-то с кем-то бодаться? Почему речь идет о том, чтобы сломить чьи-то рога, и вдруг у праведного тоже появляется какой-то рог, который должен возвыситься, вознестись? Кстати, в русском синодальном переводе мы читаем фактически то же самое. «А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Ну, братья и сестры, на самом деле в библейском понимании рога они употребляли совершенно в другом смысле, нежели у нас с другим контекстом, в другом понимании. И вот древний человек, он жил в более таком вот близком отношении к природе, к миру животных. Он то, что наблюдал, он это брал для своей культуры, для своей жизни, и рога животных, они не имели ничего такого отрицательного в своем значении. Вот, допустим, мы знаем, что рог часто служил емкостью для святого Елея. Вот когда был избран в израильском народе первый царь Саул, а потом он стал поступать вопреки воле Божией, то Господь говорит пророку Самуилу, «Долго ли тебе печалиться о Сауле, которого я избрал? Наполни рог твой елеем и пойди, куда я тебе скажу». И потом Самуил помазывает вот этим елеем, который он принес посредством рога, он помазывает Давида на его будущее царство. То есть рог, он часто носил такое вот практическое применение назначения. Кроме того, рога животных использовались в качестве инструментов музыкальных, такие духовые инструменты. Ну, мы знаем, как в древности, допустим, играли на рожке. Это вот тоже изготавливалось из рога. Но самое главное то, что рога, они имели большое такое аллегорическое значение. Они служили таким вот поэтическим образом. Почему так? Ну, допустим, вот если мы посмотрим на животных, то у быка рога его являются выражением его силы, его мощи. Он этими рогами может согрушить хоть что, да, он может даже поразить кого-то, умертвить. А вот у оленя рога – это образ такого царственного величия. Это красота. Когда мы видим рога оленя, ветвистые, которые покрывают его голову, это очень красиво, и в этом есть что-то такое царственное, некое царственное величие. И вот рога в Священном Писании зачастую они и получают такой смысл царского величия, некоего возвышения, некой силы. Кстати, это было вообще не только в библейские времена, не только в библейской культуре, но и у разных древних народов. И зачастую царей в древнее время их увенчивали тиарами, ну как бы коронами вместе с рогами, с рогами какого-нибудь быка. И тут же было видно, что вот этот наш, так сказать, предводитель, у которого сила, мощь, величие. Вот. И, кстати, есть такое тоже вот интересное археологическое открытие, ну, оно уже давно известно. Вот. Находят разные аккадские печати древние с различными рисунками. И вот примерно одна вот аккадская печать, примерно 2000 лет до Рождества Христова, там изображаются дерево с семью ветвями, и справа-слева как два плода, ну, как два яблока таких. И тоже справа-слева мужчина и женщина, причем за женщиной изображается змей, а мужчина, он изображается с рогами на голове. Так вот, как ни странно, это как раз такое вот отражение библейского повествования о грехопадении Адама и Евы, о том, что Ева была искушаема сатаной, потому что он вошел в змея и обольщал Еву, а Адам когда-то имел царственное величие. Вот как в древности царей их увенчивали вот этими тиарами с рогами, вот так жители Аккады, они сохранили это древнее предание о Адаме и Еве, о их пребывании в раю, о их искушении и падении. Они вот отразили это в этом рисунке, где Адам, он тоже увенчивается вот такой тиарой с рогами, и это символ того, что первоначально Адам был царем над миром. Первоначально именно Адама слушали все животные, стихи были ему покорны, ничто не могло причинить ему вреда, вот он не мог умереть, он не мог быть кем-либо убитым. То есть вот эта вот корона с рогами, она как бы символ его царственного величия, вот согласно аккадским вот этим культурным изображениям. И вот в священном писании поэтому очень часто тоже употребляются вот эти образы, образы рогов. Вот даже, вы знаете, трудно, наверное, представить, но и в мессианском значении это тоже мы встречаем. Ну, допустим, в песне святой Анны, которая является матерью пророка и судьи Самуила, и вот там она буквально произносит, когда Господь услышал ее молитву, и вот она зачала сына, то читаем, и молилась Анна, и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, «Вознесся рог мой в Боге моем». То есть в данном случае это как бы образ ее возвышения, то, что она была уничиженной из-за того, что не могла родить сына, а тут вот она сподобляется Божие благословение, и она говорит о том, что Господь ее возвеличил. То есть вознесся рог мой в Боге моем означает, что она пред Богом возвеличена. И дальше она, вот эту песню заканчивает такими словами, «Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Вот это уже такое мессианское пророчество о том, что некогда придет Господь Иисус Христос, который, конечно же, и концы земли будет судить в свое время, но ему будет от Бога Отца дана крепость, и рог помазанника вознесется в том смысле, что мессия станет в конечном итоге все-таки возвышен. Он будет прославлен на земле в том смысле, что имя его распространится, и очень многие придут к нему. Он сможет основать свою церковь. И, кстати, теперь в церкви во время богослужения, во время всеночного бдения в одной из молитв мы возглашаем «возвыси рог христиан православных». Вот речь здесь идет тоже о возвышении самого христианства. Что еще можно сказать? Вот этот образ, образ рога, он употребляется в разных контекстах. Допустим, если говорится про рог спасения, то тут именно подразумевается вот эта вот божья защита. Потому что с помощью рогов, как мы знаем, животные не отражают всякие нападения хищных зверей, и рог спасения – это становится как бы такой вот аллегорией, поэтическим образом отражение неприятеля. А если, наоборот, брать уже мир грешников, и говорится, что рог грешных возвысился, то тут подразумевается их гордыня, их самовозвеличивание. И, возвращаясь как раз к Псалму 74-му, как раз идет речь о смирении, о преодолении вот этой гордыни грешников. Там, допустим, в Псалмах, в этом Псалме, сам Господь произносит, «Когда я изберу время, я произведу суд по правде». И дальше такое мы читаем. «Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите на Бога жестоковына». То есть, вот здесь говорится о том, что Господь в конечном итоге смирит и уничижит всякую гордыню, поэтому лучше заранее вот этих рогов гордости не поднимать. И в этом-то контексте как раз и произносятся эти слова. «А я буду возвещать вечно, воспевать Бога Иаковлева, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Вот святые отцы толкуют это место, и святитель Афанасий Великий, он говорит так, что в данном случае тут еще что подразумевается, что вот христианин, он все роги нечестивых сломит, да? Или вот по-славянски мы произносим, да, тоже. «Вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного». Поскольку возвышение рогов грешного – это есть гордыня, то тут, говорит святой Афанасий Великий, явно подразумевается дьявольская сила, дьявольская мощь, которую не спровергает православный христианин именем Божиим. Поэтому в данном случае о сломлении рогов грешников тут речь идет о том, чтобы мы победили вот эту вот дьявольскую гордыню. И именно вот в этом контексте мы как раз и называем дьявола рогатым, потому что он рогат своей собственной гордыней, своим самовозвеличиванием. Но христианин богат силой Божией, и этой Божьей силой он сломит роги всякого грешного и всякого лукавого и нечистого духа. Вот что основное нужно сказать. Последнее, что, может быть, стоит добавить, то, что в Священном Писании в отношении вот этого термина есть еще такое его употребление. Допустим, на жертвеннике упоминаются рога. И вот когда царь Соломон, он пришел только-только к власти, то те, которые были против него, вначале Адония он побежал к жертвеннику и ухватился за рога жертвенника, сказано. А потом Иоав, военачальник, который не во всем был послушен Давиду и тоже должен был понести наказание. И вот он тоже прибежал к жертвеннику и схватился за рога жертвенника. В конечном итоге, правда, это им не помогло. Но речь идет о чем? О том, что в данном случае это не собственно рога, а это возвышение на углах жертвенника. Потому что термином рог еще тоже метафорично назывались какие-то возвышенности. Допустим, гора, которая высоко подымается вверх. Или даже такие были образы, как месяц. И возвышение на углах жертвенника, они тоже назывались рогами. Сохранились тоже археологические открытия. Откопаны были древние жертвенники. И там действительно, там по углах жертвенника есть такие вот возвышения. Ну, не в собственном смысле рога, а как бы вот такие вот возвышения, которым могли подводить жертвенные животные. И, видимо, животное, которое было привязано к веревке, вот веревку колечком одевали на эти углы жертвенника, чтобы животное не уходило. Ну, видимо, так. Возможно, было какое-то практическое употребление, но считалось так, что если какой-то преступник ждет справедливого суда, или он был оговорен, допустим, он не преступник, но его обвиняют. Вот если он прибежит к жертвеннику, схватится за эту вот возвышенность, как бы рог жертвенника, то его никто не мог наказать. Ему никто не имел права причинять смерть, а требовалось справедливый суд, уже такое рассудительное отношение к его делу, и тогда уже выносилось какое-то решение. Но когда он оказывался у жертвенника, то это было как бы право убежище такое, неприкосновенное. Если он брался руками за вот эти возвышенности, называемые рогами жертвенника. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, и что-то встречается нам непонятным, надо всего лишь проявить немножко такого вот усилия, постараться посмотреть, как это было именно в библейской культуре, как это воспринималось в раннее время, чтобы никаких неясностей у нас не оставалось, и чтобы мы действительно шли по правильному пути уяснения библейских истин, и чтобы Господь действительно возвысил рог христиан православных, то есть возвысил добродетели христиан, и дал царственное величие христианским истинам, в чем да поможет всем нам Господь, Храни всех Божи! До скорой встречи, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok